Итак, добрый вечер, дорогие друзья. Очень рада вас видеть. И прежде чем мы начнем, пожалуйста, напишите в чате «Меня видно-слышно». Как меня видно-слышно? Давайте в фестивальной шкале оцениваем, как меня видно и слышно. Отлично. Так, все хорошо. Я вижу, что связь есть, все нормально с ней. Окей, пишем регионы, какие мы представляем, да, посмотрим, насколько обширным является регион перезагрузки. Москва, Чебоксары. Ну, пока вы пишете, я немножечко о тебе расскажу. Меня зовут Любовь Хованская, менеджер команды. На данный момент я живу в городе Санкт-Петербург. И один из участников перезагрузки, да, тоже так же, как и вы. Так, Московская область, Татарстан, Чистополь, Чебоксары. Ну, вся европейская часть у нас здесь, не спит, обучается, молодцы. Ну, я вас хочу, даже Челябинская область, молодцы. Я вас хочу поздравить с тем, что вы те люди, которые хотите расти, вы те люди, которые готовы развиваться и, несмотря ни на что, и своим целям. Сургут, великолепно, Чебоксары, Сургут, Сургут не спит, поздравляю. Вот, вы те люди, которые готовы развиваться, обучаться для достижения своих целей. И вы включились в перезагрузку. Я желаю, чтобы ваши новые партнеры тоже включились в перезагрузку. Не только вы, но и ваш образом, ваши команды быстро развивались, обучались и росли. Итак, о чем мы сегодня будем говорить? Сегодня мы с вами допускаем не рекрутинга. То есть в прошлой неделю, в перезагрузке у нас была эта неделя самомотивации. На этой неделе мы запускаем неделю рекрутинга. То есть мы всю неделю будем говорить о том, как рекрутировать. И прежде чем мы начнем говорить о рекрутировании, я просто хочу напомнить еще раз то, что мы слышим постоянно. Когда мы приходим в команду, нам наши наставники начинают говорить о том, что у нас есть функциональные задачи. И эти функциональные задачи нужно выполнять. И давайте быстренько просмотрим, что относится к функциональным задачам. Первое – это от семи и более новых личных партнеров в команде, которые вы пригласили. То есть именно лично вы. Дальше – личный товарооборот, ЛТО от 150 баллов и более на личном номере. То есть это то, чему можно научиться. Обучаться, то есть ежедневно изучать записи вебинаров, смотреть вебинары, читать книги, слушать аудиозаписи и так далее. Дальше – принимать активное участие в чатах команды, поскольку есть такая прямая закономерность. Насколько вы активны в чатах, насколько же активны ваши люди будут. Поэтому этому тоже нужно учиться. Приучать себя. И обучать своих партнеров тому, чему научились сами. Наш бизнес очень прост. Научись сам, научись своего ближнего, научись своего партнера и помоги ему вырасти. И таким образом будет твой рост. И посмотрите, да, на самом первом месте в функциональных задачах у нас стоит именно приглашение от семи и более новых личных партнеров в команде, которых вы приглашаете. Для чего же нам нужно приглашать? Вот напишите, пожалуйста, в чате, да, как вы думаете, для чего нам нужно приглашать? Ну вот зачем рекрутировать? Коротко, буквально, двумя-тремя словами. Как вы думаете, для чего нужно рекрутировать? Посмотрим, да, у кого какое мнение. Так, строить команду. Увеличивать команду. Так, это наш бизнес, приглашение, да, чтобы найти ключевых бизнес-партнеров. То есть каждый ответ правильный, да, все вместе объединяем именно для того, чтобы находить ключевых бизнес-партнеров, находить людей, таких же, как вы, активных, доинтересованных, да, людей, которые хотят зарабатывать. Таким образом мы строим свою команду единомышленников. Таким образом мы увеличиваем команду единомышленников и получается доход. Так ведь? То есть все взаимосвязано. Каждая ваша часть, то, что вы написали, все вместе можно объединить. Ищем команду, создаем команду бизнес-партнерам, ищем единомышленников, увеличиваем команду и таким образом получается доход, да, получаем наш доход, когда мы помогаем другим людям. Молодцы, очень хорошо. Понимаете, для чего нужно рекрутирование? Сегодня мы поговорим о том, как можно приглашать. Мы будем говорить о том, как приглашать знакомых. Потому что самое простое и самое первое, что мы делаем, это приглашаем знакомых. Тех людей, кого мы знаем, тех людей, с кем мы общаемся часто, тех людей, с кем нам не нужно утепляться, потому что просто мы их знаем. Таким образом мы можем приглашать. Самое первое, что делает любой партнер, который приходит к нам в команду, это составлять список знакомых. Наверняка вам ваши наставники говорили, и вы сами говорите своим людям, что нужно составить список знакомых. Для чего? Для того, чтобы просто понимать, кого вы пригласили, кто у вас есть вообще среди знакомых, когда вы пригласили и так далее. Я вам предлагаю вот такую небольшую табличку для составления списка знакомых. Она может быть такая, она может быть другая. Каждый сам решает, как ее составлять. Вы можете проконсультироваться со своими наставниками, спросить у них, как у них выглядит их список знакомых. Ну, здесь идет от 300 в обратном порядке, да, то есть чисто психологически проще, когда мы от большого числа идем к меньшему, нам кажется, что быстрее заполняется. Дальше фамилия, имя, отчество, дата рождения, если вы знаете. Если вы не знаете эти моменты, то вы можете написать там, да, тетя Маша, соседка там подачи, там, девушка из магазина, продавщица из магазина, да, или там кассир в каком-то магазине. То есть тот человек, с которым вы постоянно, ну, который вам знаком, с которым вы здороваетесь, общаетесь, вы даже можете имени не знать. Но, тем не менее, это уже ваш знакомый. Дальше. Номер телефона, адрес, если вы это все знаете. Если не знаете, то примерно, да, ориентир для себя, где вы можете узнать эти контакты. Степень знакомства, родства, друзья, родственники, одноклассники, да, например, там, знакомы по работе, дети вместе в садик ходят, там, и так далее, и так далее. Дальше вы видите пять столбиков, это приглашение, количество приглашений, пять приглашений. Почему пять, да? Бывает, что, вот, напишите, пожалуйста, в чате, все ли с первого раза пришли? Вот есть люди, кого один, два раза, три раза, может быть, приглашали, да, кто с какого раза пришел? Не сразу пришли. Так, остальные как? Кто-то с первого раза, кто-то не с первого раза. Так, как? С первого раза. Отлично. Вот именно для того, чтобы зафиксировать себе в списке знакомых, сразу ли придет человек, пришел человек или нет, мы вот делаем именно пять столбиков. То есть кто с первого раза пришел, в первом же столбике пишем, да, регистрация, партнер. Не пришел с первого раза, записываем, например, да, пока не хочет, там, да, или маленький ребенок, там, да, там, хорошо зарабатывает, пока неинтересно. И записываем дату, когда вы сделали предложение человеку. Ну, это примечание, вы можете писать то, что, ну, какие-то пометки для себя. Вот, это один из вариантов, как вы можете записывать список знакомых. Опять же, да, да, Галина со второго раза. Опять же, смотрите, здесь каждый решает, в каком виде может быть эта таблица, этот список, да, со своими наставниками поговорите. Может быть, они предложат другой вариант. Теперь, когда мы приглашаем знакомых, есть основные правила. И наверняка вы их слышали, но мы просто еще раз вспомним. То есть первое правило – это никогда не думать за других и не решать за других. Не нужно думать, что если у соседки сейчас богатый муж, который хорошо зарабатывает, у них там две машины, дача, квартира и так далее, что им это не нужно. Наша задача – пригласить всех. Наша задача – дать информацию. То есть первое, что мы должны сделать, вот всем людям, которые есть в вашем списке знакомых, сделать предложение. Рассказать. Надо, не надо, интересно, неинтересно, люди решаются. И вы за них решаете, а люди решают сами. Дальше, да, если вы не пригласите, то пригласят другие. Поверьте. Даже те люди, которых вы считаете, что они вот, ну, им не нужно это, да, что они обеспечены, что у них есть деньги, у них есть все, даже они будут слушать и даже они будут регистрироваться, потому что мы-то думаем со своей колокольни, а не предложив им, мы их можем просто упустить. Поэтому не допускайте такой ошибки, когда вы в силу каких-то там обстоятельств, да, страха своего или еще чего-то, не делаете предложение своим близким, друзьям, сестрам, братьям, а они оказываются в других командах. Это очень обидно будет смотреть, когда ваших друзей, ваших знакомых будут награждать на сцене за звание, а вы будете просто наблюдателем. Поэтому не допускайте такой ошибки. Приглашаем всех. И есть еще одно правило, знакомые знакомых никогда не заканчиваются. Даже если вы сейчас, да, не знаете какого-то человека, то вы же можете с ним познакомиться через ваших знакомых. То есть у наших знакомых, у каждого из наших знакомых есть свои друзья, свои родственники, свои близкие. И получается этот круг, он бесконечный, то есть он постоянно расширяющийся круг. Запомните, да, мы никогда не решаем за других. Мы делаем предложение всем. А брать или не брать это предложение, прислушиваться или нет, уже решается. Дальше, как приглашать? Я не буду давать готовые шаблоны, да. Знаете почему? Чтобы у вас не было такого, что вы захотите по шаблону приглашать. Потому что разговаривать со своими знакомыми вы будете на своем языке. На том языке, на котором вы привыкли общаться. На простом. Если вы привыкли там говорить «ей, привет, дружище, как дела?», то вот на этом языке им нужно рассказывать, да. Не нужно говорить «добрый день», «как у тебя дела там», или «как у вас дела?», и так далее. То есть как привыкли, так и говорите. Привыкли на каком-то своем языке говорить? На чувашском, да. Рассказывайте на чувашском, то есть все нужно рассказывать на том языке, на котором вы привыкли общаться с людьми. И главное, когда вы рассказываете о возможностях, это важнее то, как вы говорите, с эмоциями, с азартом, с интересом, увлеченно, с верой в то, что вы делаете. Не пробугнили, вызвали презентацию, пробугнили. Нет. Именно ваши эмоции будут играть основную роль. Люди приходят на эмоции. Первый раз не все понимают вообще, что за бизнес, что нужно делать, откуда деньги берутся. Мало кто с первого раза стопроцентно понимает. Вот именно услышав первый ран, увидев первый ран. Поэтому не усложняйте. Рассказывайте эмоции. Вот что вас конкретно заинтересовало. Вот вспомните, что вас заинтересовало, почему вы пришли. Так и скажите, слушай, я помню, ты хотел купить машину. Помнишь? Да. Какую машину? Такую. У меня есть предложение, где вот можно заработать на машину, где можно получить в подарок машину. Давай поговорим, поговорим. Все. И рассказывайте, почему вы пришли, что вас заинтересовало. Там, да, у кого-то мечта еще какая-то, любит путешествовать человек. Слушай, а хочешь путешествовать бесплатно? Хочу. Вот я тоже обожаю путешествовать. Давай расскажу, как можно сделать. Можно? Можно. И рассказывайте презентацию. Даже если вам кажется, что вы ее не знаете, да, вот не вызубрили, не смотрите на других, как там другие, гладко, интересно, все без запинок рассказывают. Ваши эмоции будут перекрывать вот эти недочеты. Понимайте, о чем вы говорите, изучите вот это. Но ваши эмоции, они больше всего будут привлекать людей. Ваши друзья, ваши родственники, ваши близкие будут приходить на ваши эмоции. Вот это очень важно. Не усложняйте, да. Деньги нужны? Нужны. Пойдем, покажу, расскажу, как можно заходить. Все. То есть вот самым простым языком. Это может быть и в переписке, это может быть и в телефонном разговоре, это может быть приличная встреча. Вот самыми простыми словами. Так, как вы будете общаться. Дальше. Во время встречи вы можете использовать даже живые истории. Вот реальные там чеки, реальные фотографии. У нас есть платежные поручения, скрины, платежек и так далее. Вы можете использовать это. Это история реальных живых людей. Если человек, например, да, не хочет, вот, ну, он выслушал вас, он говорит, ну, нет, я пока бизнес не хочу. Вот вы можете показывать реальные скидки в свое, ну, когда вы делаете заказы. Пожалуйста, да, вот заказ на 8 тысяч, а вы оплачиваете 3 тысячи. То есть где ты еще увидишь такие скидки. Это по уменьшающейся идет, да, сначала мы предлагаем бизнес, и только потом, если человек говорит, ну, в бизнесе, наверное, нет, вот, пожалуйста, экономия и показывайте. То есть это все можно использовать. Главное не усложнять. Что мы делаем? Вот рассказали вы человеку с эмоциями, с интересом, да, с вашим там, я не знаю, расписали все, что вы будете делать, главное еще и делать это. Итак, итог встречи. Итогом встречи может быть три варианта. Первый вариант, да, человек говорит, да, я иду за тобой, я иду с тобой, я тебе верю, я регистрируюсь. Регистрация на сайте, да, открываете личный номер персональный. Еще лучше, когда человек сам себе открывает вместе с вами, да, регистрация на обучающем сайте, включаемся в чат и начинаем работать. Это, дальше идет работа уже там с партнером. Может быть, такой вариант, что человек вам говорит нет. Нет, это не значит никогда. Нет, вопрос здесь, основной вопрос стоит, это когда. То есть уточнить, окончательно это или все-таки может быть когда-нибудь. Вот практика показывает, что чаще всего люди говорят, может быть когда-нибудь. Хорошо. Вот пока нет. Правильно я тебя понял? Да. Давай тогда тебе просто иногда скидывать информацию буду. Согласен? Согласен. Будем дружить там, да, по телефону, по смс-кам, вконтакте там, еще где-то в одноклассках. То есть вы периодически даете информацию, да, какие-то интересные акции, может быть, да. У вас есть какие-то достижения, об этом рассказывайте, даете информацию своим знакомым. То есть слушай, вот у нас запустилась такая-то акция. Посмотри, послушай, может быть, заинтересует. Вот. Ну и превращайте этого человека, который вам сказал нет, в клиента. То есть мы делаем РТО, вот у вас уже есть клиент. Это я сейчас рассказываю именно о ваших знакомых. Дальше. Следующий, да, может быть, подумаю. Ну, человек так вот, может быть, недопонял, да, может быть, действительно хочет подумать. И мы задаем вопрос. Это вежливый отказ или нужна еще дополнительная информация? Предлагаем, да, или даем книжку почитать какую-то, или скидываем электронную книгу, или даем видео короткие. Их у нас очень много. Уточните у своих наставников, да, что можно скинуть на ответ подумаю. Либо предлагается зарегистрироваться и понаблюдать уже в системе изнутри. То есть что у нас происходит, да, каким образом идет развитие, каким образом идет работа и так далее. То есть вот эти два момента, да, на ответ подумаю. Да, нет, подумаю. И всегда держите связь с теми людьми, которые вам сказали, подумаю, с теми людьми, которые вам сказали нет. А для того, чтобы понимать, да, что вам люди сказали, когда вы с ними общались, и что они вам сказали вообще, вот вам ваш список знакомых. То есть вы в нем просто фиксируете, что именно они вам сказали. И таким образом получается, что вы просто пролистываете периодический список знакомых и возвращаетесь к этому же человеку. Дальше. Когда вы начинаете приглашать своих знакомых, наведите порядок на своей соц. странице. Да, я не говорю о приглашении незнакомых, я говорю именно знакомых. То есть почему человек, которого, особенно если вы там по переписке приглашаете, да, сначала, то есть переписываетесь, договариваетесь на телефонный звонок, там, да, на скат звонок или так далее. То есть почему человек должен к вам прийти? Что у вас в жизни изменилось, что он должен к вам прийти? Покажите это на своей соц. странице. То есть если у вас на социальной страничке, да, не важно какой соц. сети, инстаграм, контакт, там, фейсбук, не важно, абсолютно не имеет значения. Пиво, сигареты, какие-то непонятные тусовки, там, да, кровь, там есть такие страницы, где там, не знаю, какие-то страшные фотографии, черные, там, в крови, все. Есть ли у вас вот такая страница, почему я, твой знакомый, должен к тебе прийти? У тебя в жизни ничего не изменилось, как был непонятно, что Бетлан, да, он так и есть. Свою страничку проанализируйте, посмотрите, насколько она подтягательна, насколько она позитивна, интересно ли на ней. Покажите, что вы в проекте, покажите, что вы в команде, покажите, что у вас происходит, что вы делаете, какие мероприятия происходят. То есть постепенно разбавляйте, ну, меняйте, да, свою страничку, потому что ваши знакомые будут смотреть на страницу в соцсетях тоже, и они будут вам смотреть. Поэтому, когда мы приглашаем знакомых, страничку в соцсетях тоже обязательно нужно приводить в порядок. Это вот такое пожелание. Итак, такой небольшой итог, да, то есть, что мы сегодня, о чем мы поговорили. Мы говорим о том, как приглашать знакомых. Первое, мы составляем список знакомых для того, чтобы понимать, кого приглашать и кого мы знаем вообще. Дальше, мы не усложняем, мы просто приглашаем своих знакомых, мы просто делаем предложение. Наша задача просто рассказать. Примут, не примут, это второй вопрос. Просто рассказать. Давай я тебе расскажу. Мне нужно рассказать пяти людям. Давай я тебе расскажу. Хорошо? Хорошо. Хоть так. У меня были регистрации, когда я говорила, дай паспорт. Для чего? Я тебя зарегистрирую в свою команду. Если человек мне доверяет, верит, да, это мой близкий, знакомый, то даже такие были регистрации. Но, опять же, да, это очень близкий знакомый должен быть, который вам стопроцентно доверяет. Вот поэтому, вот в общении со знакомыми не нужно усложнять. Давай я расскажу, как деньги можно заработать. Давай я расскажу, как можно на машину заработать. Давай я расскажу, как можно путешествовать бесплатно. То есть просто делать предложение. Вот. И три варианта завершения встречи, да. Да, нет. При каждом варианте мы рассмотрели, что можно делать. По итогам, да, вебинара, то есть на этой неделе, еще раз напоминаю, у нас всю неделю наши менеджеры будут делиться своим опытом приглашения знакомых. И основное задание, да, вот у вас оно уже на экране. То есть что мы делаем? Сегодня, после вебинара, вот сегодня, завтра, да, у кого как, написать 10 причин, для чего нам нужно быть в перезагрузке. То есть что нам даст то, что мы будем здесь в перезагрузке. Да, вот ближайшие 8 недель мы будем вместе обучаться. Ближайшие 8 недель мы будем рассказывать, да, друг другу, делиться друг другом опытом. Что нам это даст? Вот 10 причин написать и выложить в чате наш, в чате перезагрузки. Дальше. По итогам вебинара рекрутим. Что мы делаем? Каждый день делаем три предложения знакомым. Именно знакомым. Каким образом? Не имеет значения, да. В переписке вы, может быть, делаете предложение. При личной встрече там, да, договорились. Давай встретимся. То есть можно просто позвонить, сказать, слушай, есть интересное предложение. Давай встретимся. Человек может сказать, да, а что-то... Давай встретимся, поговорим. Давно не виделись. Хорошо? Хорошо. Все. И встречайтесь, рассказывайте. Если вы еще не очень уверены и живете в одном городе со своим наставником, встречайтесь с наставником. Да, это может быть трехсторонняя встреча. Вы, ваш наставник и ваш гость. Это может быть трехсторонний звонок по телефону. Это может быть трехсторонний звонок по скайпу. То есть вы заранее договариваетесь, подключаете наставника, и наставник делает презентацию, а вы слушаете и обучаетесь. То есть три предложения знакомым. Неважно как, но три предложения. Дальше. При этом мы заполняем 300 кружочков. Я вам сейчас покажу, что это за 300 кружочков. Дальше. В итоге дня мы отмечаем отдельным пунктом, сколько именно действий было по приглашению. То есть вот мы каждый вечер записываем, пишем итоги дня. Так ведь. И там пишем, да, например, там первый пункт. Личный товароборот такой-то, групповой такой-то там, да. Дальше вторым пунктом. Было там три презентации. Одна голосом, по телефону, там, да, или два по телефону, там, да. Или три личные встречи, там, да. Или две встречи с наставником и одна по переписке. То есть вы именно пишете, сколько и каких действий было по приглашению знакомых. То есть минимум три приглашения знакомым. И в итоге мы это отмечаем отдельно. Напишите, пожалуйста, в чате, поставьте цифру 7, если вот это понятно все, если задания все понятны. Ставим цифру 7, если все понятно. Если не совсем понятно, то пишите вопросы. Пока я дальше объясняю, потом посмотрю, прочитаю и отвечу. Отлично, спасибо. Итак, что за 300 кружочков, да. Вот это готовый лист, он есть, мы его выложим в чате. 300 кружочков. То есть вы каждую презентацию, которую провели, вы отмечаете в кружочке. Ну, я обычно пишу дату и результат, да. Напишу, ну, например, да, 22.01, регистрация там, да. 22.01, пока нет. То есть я, ну, как бы, вы сами можете решать, как заполнять. Можете просто даты, можете просто галочки там, да. Можете просто закрашивать там. Получилось, регистрации есть зеленым, регистрации нет красным. То, ну, как бы, сами решайте. Ваша задача заполнить эти 300 кружочков. То есть провести 300 встреч. Вот теперь посмотрите, 300 встреч, 3 презентации делим. 300 на 3 делим, это получается 100 дней, да. 100 дней – это 3 месяца. Больше 3 месяца. Как раз время нашей перезагрузки. Поверьте, если вы проведете эти 300 встреч, вы будете уже ставшим менеджером как минимум. То есть ваш товароборот увеличится, ваша команда стопроцентно увеличится. У вас будут активные партнеры, у вас будут бизнес-партнеры, у вас будут лидеры в команде. Если вы будете каждому из своих лидеров, каждому из своих партнеров рассказывать вот это, да, 300 встреч провести просто, вот, то 100% результат будет. То есть для чего мы запустили перезагрузку, да, для чего она нам нужна? Чтобы вырасти, чтобы научиться, чтобы научить своих людей. Новички сами обучаются. То есть заполняем вот эту таблицу. Ну и вот эта вот фраза, да, которая мне очень нравится, то, что у нас в руках зависит от того, что у нас в голове. Если вы 100% уверены, что у вас все получится, а у вас все получится, то результат у вас будет, конечно, обязательно. Никогда не давайте сами себе усомниться в том, что вы что-то неправильно делаете сейчас. То есть вы делаете то, что вы считаете нужным, вы делаете правильные действия. Научиться делать правильные действия. Вот это самое основное. Дальше, по поводу, ну, по теме рекрутинга мы завершили. По поводу, у нас есть рейтинг, наверняка те, кто есть в чате, да, вы обратили внимание, что у нас есть рейтинг по перезагрузке. И у нас просьба, да, заполнить данные для рейтинга. То есть для чего нужен этот рейтинг? Мы смотрим, да, у кого, кто выше стоит по рейтингу, да, выполняем определенные действия, определяем лидеров. То есть эти лидеры будут потом вознаграждены, не финансово. Финансово вас будет награждать, у вас будет другая награда. Это признание. Поэтому заполните, пожалуйста, данные для рейтинга те, кто еще не заполнил. Если что-то непонятно, обратитесь к своим наставникам и объясните, спросите вообще, что это такое, да, как это нужно дополнять. Вот, поэтому еще раз напоминаю, заполняем данные для рейтинга. Ежевечерне мы выкладываем отчет по проделанной работе за день. В этом отчете обязательно должен быть пункт по рекрутингу знакомых. То есть все-таки проще всего работать со знакомыми, поэтому мы делаем упор на приглашение знакомых. И мы записываем количественно, сколько и кого мы приглашали, каким способом. Так, теперь, если все понятно, напишите, пожалуйста, цифру 5. Так, спасибо. Тогда задание у вас есть. Еще раз посмотрите, все ли вы сделали, да, в плане выполнения таблицы рейтинговой и так далее. И я желаю вам, чтобы вы достигали тех целей, которые поставили, да, минимум 3 презентации в день. 3, это, кстати, минимум, больше можно, то есть не возбраняется. Вот, научились делать 3 предложения в день и более, да, своим знакомым. И уверен, шли к своим цели. Всего хорошего. Желаю вам неспокойной ночи, как говорит наш любимый наставник Эдуард Васильев. И работают? Всего хорошего. Так, спасибо. 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 Спасибо.